Планы у Мираторга достаточно амбициозные. В 9 районах области отстроить 35 объектов. Из них 33 фермы, достаточно большая откормочная площадка, до 35 тысяч голов мясного скота и бойня. В проекте будут трудиться больше 2000 человек. Запустить смелое начинание планируется уже к 2013 году. Что касается фермы в Камягино, то функционирует она уже месяц. На 5000 гектарах Трубчевской земли пасутся почти 3000 продуктивных породистых телок. Все хозяйство ведут всего лишь 12 человек, среди которых 3 иностранца. Управляющий фермой, настоящий ковбой Энтони Ститхем, уровнем работы наших соотечественников, а также состоянием скота на ферме остался доволен. Ведь круиз буренок шел сначала из Австралии до Новороссийска на корабле через океан, а оттуда машинами на Брянскую область. За время пути произойти могло многое, однако носительницы мраморного мяса поездку перенесли достойно. Скотт адаптирован к нашим условиям, работы ведутся, но и это даст возможность, как я говорил, выйти через 3 года на 100 тысяч поголовья. Это наши 18 районов будет обеспечены, более 2000 работающих. Средний размер заработной платы, как Дмитрий Владимирович Морисенко сегодня сказал, генеральный директор, сейчас уже 19 тысяч, она растет. Будет построен завод по переработке мяса в Выгоницком районе, это тоже дополнительные рабочие места. Я думаю, что это будет очень выгодный проект, а думаю, что со временем он будет еще более выгоден вообще для каждого, для всех инфраструктур и систем, которые окружают. А для обеих сторон это очень плодотворное сотрудничество, обмен опытом для обеих сторон очень важен. Потому что даже я, несмотря на то, что всю свою жизнь работаю со скотом, я тоже получаю какие-то новые идеи. Подобная площадка в Трубчевском районе есть и в селе Котляково. Ни на одной из ферм торжественного открытия с традиционным перерезанием ленточки не было. Люди завезли дорогой элитный скот, закупили новое самое современное оборудование и технику, в числе которых 4 трактора Джон Дир. А на бойнях в скором будущем установят видеосистемы, которые распознают уровень мраморности и качество туши. Наша задача просто работать и делать. Вот две фермы мы заселили. В этом году задача еще заселить пять ферм. И двигаться в нормальном темпе рабочем, чтобы за три года заселить все 33 фермы. Пока что взятые нами на себя обязательства и наши планы, они реализуемы. То есть нет задержек, а мы выполняем взятые на себя обязательства. Компания «Мираторг», помимо того, что является крупнейшим агропромышленным холдингом в стране, еще и реализует мясную продукцию по России и за ее пределы. Поэтому со сбытом элитного мраморного мяса у агрохолдинга проблем точно не будет. Татьяна Глазова, Аристарх Никитин, События, Трубчевский район.